Привет! Посмотрите на все эти мотоциклы! Наши коллеги из Мотостронга сами привозят их из Европы, выбирая байки с минимальными пробегами и в идеальном состоянии. Склад мотоциклов постоянно обновляется. Подпишитесь на инстаграм Мотостронга, там все наличие. А менеджеры Мотостронга помогут вам найти подходящий байк именно для вас и помогут с доставкой по Беларуси, а также в Россию, то есть в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Всем привет! А как вы относитесь к бюджетным купе-кроссоверам? Мы подыскали для вас самый бюджетный вариант. Итак, встречаем Renault Arkana. Автомобили Renault были у нас одними из лидеров продаж как в сегменте новых автомобилей, так и бушек, которые пригоняли из Европы. Безусловно, это все были бюджетные модели, но они прекрасно справляются со своей функцией перевозить людей и багаж из точки А в точку Б. Также компания Renault пыталась зайти и с более премиальными моделями. Так появились Kaleos и Latitude. Ну, так скажем, модели-самозванцы, которые сделаны на чужих платформах. К 2019 году Renault хорошенько развили платформу B0, на которой строились бюджетные Сандера и Логан, до появления нашего сегодняшнего гостя – Renault Arkana. И, кстати, вот эта красавица на данный момент продается. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Спешите. Да, из всей бюджетной линейки Arkana самая дорогая. Она делит платформу с Captur последней генерацией. Отсюда здоровенный дорожный просвет и двигатели небольшого рабочего объема. Ну, у Arkana самая длинная из всей бюджетной линейки колесная база. Чуть больше 2,7 метров на 5 сантиметров длиннее, чем у Captur и Duster. Кузов же вытянулся на 4,5 метра. Это уже полноценный среднеразмерный кроссовер. Только чтобы не делать его скучной, маркетологи придумали продавать Arkana в виде купе-кроссовера. А дизайнеры неплохо справились с этой задачей. Конечно, все это на вкус и цвет. Но по факту мы тут имеем X6 или JLC на минималках. Ничем Arkana не напоминает типичный сарай на колесах, зато интригует покатой спиной, то есть крышей, не спадающей сразу позади центральных стоек крыши. Объем багажника у переднеприводной Arkana и полноприводной Arkana разный. В первом случае вот у нас машина переднеприводная 400 литров и полноценная, полноразмерная запаска. А достигается это за счет того, что задняя подвеска у переднеприводной Arkana со скручиваемой балкой, так называемая полузависимая, то есть занимает меньше места. А вот у полноприводной Arkana подвеска независимая, более громоздкая, занимает больше места и, соответственно, багажник на 100 литров меньше. Ну, давайте сразу перейдем к делу. Как же обстоят дела с надежностью у Renault Arkana и каких косяков следует от нее ожидать? Ну, скажем так, косяков и проблем. Итак, давайте начнем. А начнем мы с того, что ранние экземпляры Renault Arkana 2019 года имели косяки, а именно косяки, которые касались качества сборки. Вот, например, лючок бензобака мог оттопыриваться в закрытом положении. Оттопыривалась излишне длинная резинка штурманской вот этой вот двери, которая задевала за резинку задней двери. Еще внутри салона ковролиновая обивка пола выскакивала из-под уплотнительного порога. Ее по гарантии прикрывали новой накладкой или фиксировали дополнительными пистонами. Еще добавьте сюда неожиданный холод в районе ног водителя и пассажира, если вы едете по трассе в холодную погоду на скорости 100 км в час. То есть воздух попадает в салон через неприкрытое технологическое отверстие, которое находится в моторном щите, ну, примерно на уровне педалей. Еще в передних крыльях вдоль задней кромки есть что-то типа уплотнителя. Большой кусок чего-то похожего на поролон. Эта губка впитывает много воды. Зимой она замерзает, твердеет и ее распирает. В итоге данный уплотнитель не только трескается, но еще и задевает за переднюю кромку передних дверей при открытии. Царапает краску на кромке и даже иногда торчит наружу вдоль зазоров крыла. Это не самые страшные огрехи, к тому же их устраняли по гарантии. И, кстати, в области колесных арок, то есть за локерами с передних торцов, там вот в этих местах собирается грязь и листва. И советуем хотя бы раз в год очищать вот это вот все. И, кстати, про стеклоочистители. Многие владельцы Arkan жаловали, что найти подходящие щетки сложновато. К тому же дворники здесь с хитрым креплением типа Cap-Lock или VATL 5.1. На самом деле в продаже есть и оригинал, и несколько заменителей. Проблем с приобретением щеток нет. Еще внешний вид Arkan может подпортить хром, который вспучивается вот здесь вот на молдингах. Также нельзя не обратить внимание на задние барабаны. Они рыжеют со временем. Можно поступить как деды. Все это зачистить и покрасить барабаны подходящий цвет специальной краски. Более весомая неприятность – это обрыв нитей подогрева лобового стекла. Частенько это происходит посередине. Еще у некоторых машин из-за не совсем удачной установки динамиков и неплотной установки динамиков вода после дождя после мойки попадала в салон. Ну а если обнаружите прорезь на обивке центральной стойки в области верхней петли ремня безопасности, то знайте, что это стандартная болячка. Ремень безопасности действительно натирает обивку и прорезает ее на пару миллиметров. Позже владельцы Arkan начали замечать, что уплотнители дверей протирают краску в дверных проемах и также дверные карты протирают краску до грунта вот в этих местах. Вот если у некоторых аркан отодвинуть дверную карту немножко, то здесь можно увидеть поверхность, которая протерта до грунта. Но в нашем случае все ок. Еще бывали случаи, когда слетала трубка отвода конденсата из короба испарителя кондиционера. А бывало, что трескался сам короб, но все эти случаи в большинстве своем решались по гарантии. Ну а теперь добро пожаловать в салон, расскажем вам про некоторые очень интересные моменты. Дилеры Renault удовлетворяли жалобы владельцев по поводу потрескавшейся обивки или просиженного наполнителя сидений, хотя большинство трещин дерматиновой обивки сидений появилось уже после пробега в 100 тысяч километров и окончания гарантии. Напомним, что у нашей машинки пробег 71 тысяча. Более бесящие неприятности доставляла электроника. Тут у Arkana был практически полный комплект. От бесчувственного датчика уровня топлива до невероятно тормозной мультимедийной системы. Эта мультимедиа всеми пикселями своего старенького дисплея напоминает о том, что Arkana это бюджетный купе-кроссовер. Мало того, что о быстродействии мультимедии говорить не приходится, так она еще зависает вместо картинки с камеры заднего вида, показывает черный экран. Да, есть возможность интеграции со смартфоном по проводу и даже по воздуху. Это немного скрашивает отсталость этой мультимедии. Бывали случаи, когда у кулисы автоматической трансмиссии отрывался трос и пропадал ручной режим смены условных передач. В этом случае кулису нужно менять. Кулисы вариатора для мотора 1.6 и 1.3 разные, а цены на них просто бешеные. А у версии с МКПП кулиса закоревала и помогала смазка кулисы, то есть добавление смазки под пыльники ее тросов. А доступ к кулисы к кулисе открывается после снятия воздушного фильтра двигателя. И еще раз отметим, что далеко не все вот эти вот гарантийные случаи случались на ранних арканах. Но даже если случались, будьте уверены, что все вот эти моменты уже исправлены. Еще на сегодняшний день появляются скрипы вентилятора салона. На самом деле вот этот вентилятор можно снять, не разбирая приборную панель, а его можно достать через лючок в бардачке. Так вот, что делать со скрипом? Хотелось бы сказать, что может помочь смазка, но на самом деле смазка в его бронзово-графитовых втулках вентилятора не предусмотрена совсем. В общем, скорее всего, его придется поменять. Новый оригинальный стоит 300 долларов, а вот неоригинальный, ну, то есть заменители по соточке примерно. Под капотами Аркана только бензиновые двигатели. Это либо мотор 1.6, который доступен с полным приводом и передним приводом. И этот двигатель – это детище компании Nissan, с цепным приводом ГРМ и без гидрокомпенсаторов. Это хороший, надежный двигатель, но к пробегу в 150-200 тысяч километров придется вложиться в замену цепи ГРМ. Также, из-за неопытности при замене свечей зажигания можно насыпать свечные колодцы песка, а также, если перетянуть свечи опять же по неопытности, то ГБЦ может треснуть. Но, в принципе, мотор этот хороший. Много ли 114 лошадиных сил для Арканы или немного – это решать вам. Но на самом деле, 114 лошадей хватает, чтобы неторопливо передвигаться по городу. И многие владельцы, которые купили такие автомобили с двигателем 1.6, пожалели, что не выбрали версию с турбомотором. А, и кстати, на H4M у нас есть подробнейший обзор на канале. Посмотрите. Итак, альтернативный мотор – это 1.3 TCE, который был разработан инженерами Рено и Ниссан. Ох, вспомните, сколько же было домыслов и прогнозов в 2019 году. Но по факту, этот высокотехнологичный турбированный двигатель никаких проблем не создает. Масло он не жрет, и вообще, ну, по гарантии обращений по нему не было. На данный момент внимание может потребовать корпус термостата и разветвитель системы охлаждения. Они пластиковые, расположены на двигателе со стороны АКБ, и при пробеге в 130-150 км они начнут неторопливо пропускать антифриз. Знаете, сколько стоят эти пластиковые детали? Около 240 и 170 долларов, соответственно. И никаких заменителей к ним не предлагается. Кстати, заправочный объем масла в этом двигателе 1.3 – 5.5 литров, а общий объем масляной системы 6.2 литра, и, безусловно, это прекрасно сказывается в находимости масла и ресурсе двигателя. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А АвтоСтронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы, добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это всё, вы знаете, в «АвтоСтронг-М». Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Рено Аркан оснащается механическими трансмиссиями. Так вот, эти трансмиссии пятиступка и шестиступка доступны только в паре с атмосферным двигателем объёмом 1.6. Пятиступка – это старая добрая JR5 от Renault. Никаких нареканий не вызывает. А более свежая шестиступка – это TL8. Она тоже никаких нареканий не вызывает. С механикой у Арканы всё хорошо. Если вам интересна двухпедаль Аркана, то доступна она только с вариаторами. И это агрегаты от компании «Жатка». На момент появления Арканы эти вариаторы выпускались уже пять лет и пережили все свои детские болезни. Поэтому на сегодняшний день без труда выхаживают 300 тысяч километров, если особо их не мучить на бездорожье. Ну и надо в них менять масло раз в 60 тысяч километров. И, кстати, никаких регламентов на этот счёт нет. Для полной заправки понадобится 11 литров АТФ с допуском NS3. И это самый дорогой компонент в обслуживании этого вариатора. Потому что пятилитровая канистра стоит примерно 180 долларов. Фильтр тонкой очистки меняется отдельно. И ещё понадобится уплотнительное колечко. Фильтр грубой очистки доступен после снятия поддона. Его можно не менять, а просто промыть. И не забудьте поменять прокладку поддоном. Ну и тоже. В общем, надёжность вариаторов Арканы действительно классная. До 300 тысяч километров. Если нормально эксплуатировать, беспокоиться ни о чём не надо будет. И, кстати, вот такой автомобиль, либо же почти любой другой, вы можете купить в автоцентре MyCarSelection. Тут можно выгодно продать, купить или обменять свой автомобиль на другой. Беспроцентная рассрочка. Кредит и лизинг прямо на месте. И ещё по промокоду «АвтоСтронг» каждому покупателю дарят полный бак топлива в подарок. Ссылочка на эту машину будет в описании к этому ролику. Ну, а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. На плюсовой клемме есть многоконтактный датчик BFT. Если вам нужно подзарядить аккумулятор, то снимите крышечку с контакта, она с краю ближе к впускному тракту. Туда и подключайте плюсовую клемму. В инструкции написано, что для замены аккумулятора нужно обращаться в фирменный сервис. А по факту не нужно, потому что сложность лишь в том, чтобы открутить вот этот блок клемм. И он, кстати, мешает, чтобы вынять старую батарею и поставить новую. Ну, скажем так, немножко мешает. Но по факту можно это сделать самому. Перепрошивать АКБ не нужно. Разве что, может быть, после замены аккумулятора загорится индикатор на панели приборов о неисправности рулевого управления. То есть, эта рулевая рейка электрическая просится на калибровку. Обычно это решается поворотом руля с одного конца на другой. И более важный момент. Если оставить «Аркану» на полгода с новым аккумулятором, либо заряженным старым, то двигатель вы через полгода не запустите. Потому что слетает прошивка, которая отвечает за коммуникацию с ключами. Поэтому двигатель вы не запустите и понадобится в этом случае фирменный сканер. Иногда поломки случаются и с вентилятором охлаждения двигателя. Ну, во-первых, может выйти из строя резистор, вентилятор охлаждения радиатора. Новый на мотор 1.6, вот такой резистор, стоит 60 долларов. И обычно приходится менять именно его. А на двигателе 1.3 резистор стоит 30 долларов. И обычно никаких проблем с ним нет. При пробеге в 150 тысяч километров случаются отказы самого вентилятора. И вентилятор здесь даже на моторе 1.3 turbo унифицирован, то есть для всей платформы B0. То есть такой же вентилятор, как на Vesta и Logan. Но не думайте, что он дешевый. Новый оригинальный стоит 400 баксов. Ну, а качественный заменитель стоит 300. И есть предложение на разборку. Напоминаем, что арканы есть переднеприводные, а есть полноприводные. И ещё в гарантийный период обнаруживались течи по сальникам углового редуктора. Чаще всего по сальнику именно правого привода. И владельцы не знали и не знают, с чем это связано. Но владельцы замечали, что в угловом редукторе масло на 200 грамм больше уровня было. Ещё скажем, что при городской эксплуатации примерно на пробеге 130-150 тысяч километров приходится перебирать крестовины карданного вала. А всему виной реагенты. Чем они агрессивные, тем чаще надо их перебирать. Ну, а муфта подключения задней оси очень надежная, никаких проблем с ней нет. И подвеска здесь тоже не беспокоит. Тут всё живучее, как на платформе B0. Передняя подвеска унифицирована с Duster 2-го поколения из Европы и Captur. Рычаги передней подвески обойдутся в сумму порядка 190 долларов за штуку по оригиналу. Заменители втрое дешевле. К тому же шаровые опоры и сайлентблоки предлагают десятки производителей. В принципе, рычаги служат более 200 тысяч километров. Передней ступицы по 60 долларов. Оригинальные тяги переднего стабилизатора стоят до 35 долларов, а служат около 100 тысяч километров и больше. В упрощенной подвеске задней переднеприводных арканов всего лишь два сайлентблока, которые стоят примерно по 40 долларов и служат примерно 400 тысяч километров. А вот у полноприводных аркан подвеска сзади сложнее, как у Duster. По три рычага на каждое колесо. Каждый рычаг стоит примерно от 45 до 60 долларов. Но к этим рычагам есть заменители, включая сайлентблоки. Короче, все служит тоже очень долго. Ну и помним, что на данный момент вот эта вот машинка продается. Ссылочка на нее будет в описании. Ну что, наш рассказ про ранние арканы может напугать, но на самом деле лучше про это знать, нежели не знать. А вообще, в основном, у владельцев этих автомобилей эксплуатация этой машины проходит без стучка и задоринки. Владельцы очень рады. Ну, в принципе, делитесь вашим мнением в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».